Здравствуйте, друзья! Сколько изобретений придумало человечество в погоне за славой и прогрессом? Все они были протестированы и не несли угрозы окружающим. Но не все изобретения, которые изобретались, были безопасны не только для людей, но и для своих изобретателей. Представляю вам 11 ученых, которых убили их собственные изобретения. Пилат Деразье разбился на воздушном шаре при перелете через Ла-Манш. В 1783 году Пилат Деразье совершил первый полет на воздушном шаре, что сделало его известным на весь мир. Позже еще двое пролетали через Ла-Манш и стали новыми мировыми звездами. Деразье был недоволен, что теперь в центре внимания не он, и изобрел свой воздушный шар. Однако что-то пошло не так, и шар Пилата Деразье загорелся. На воздушном шаре был еще и пассажир по имени Ромен, который вместе с Деразье погиб во время полета. Джим Фикс умер во время утренней пробежки. Он стоял в основе развития тренда оздоровительных пробежек. Опубликовал несколько книг о фитнесе, включая известную «Complete Book Running». Фикс умер как раз во время одной из своих пробежек. Причина – сердечный приступ. В этом есть горькая ирония, поскольку Фикс начал бегать именно потому, что боялся сердечных заболеваний. У его отца начались проблемы с сердцем в 35, а умер он в возрасте всего лишь 43 лет. Александр Богданов в погоне за вечной молодостью погиб от переливания крови. После исключения из большевистской партии переключился на науку, медицину и психологию. Пытался изобрести собственную дисциплину под названием «тектология», которая объединяла все науки. В 1920 году Богданов начал эксперименты с переливанием крови, стремясь достичь вечной молодости или омоложения. После 11 переливаний заявил, что зрение улучшилось и прекратилось облысение, но вскоре умер, получив кровь больного, малярии и туберкулезом. Томас Эндрюс затонул вместе с «Титаником». Был главным проектировщиком судна и настаивал на том, чтобы на судне было хотя бы 46 спасательных лодок. Однако лишь 20 находились на корабле, несмотря на его советы. Последние часы жизни он провел, помогая людям найти спасательные жилеты и попасть в лодки. После этого его видели в последний раз сидящим в курительной комнате первого класса. Он смотрел на картину «A Breach to the New World», и его тело так и не было найдено. Генри Смолинский разбился на летающей машине. Его ивы Мизер состояла из задней части самолета Cessna Skymaster и автомобиля Ford Pinta. Была оснащена снимающимися крыльями. Теоретически могла летать на несколько сотен миль между аэропортами. После полета пилот мог снять крылья и уехать на этой же машине из аэропорта. Поставить машину на конвейер Смолинский хотел в 1974 году, но не успел. В 1973 году погиб во время испытаний. Крыло стойки отделилось от автомобиля. Причина катастрофы была в плохо сваренных швах. Но создать новую модель больше никто не пытался. Франц Рейхельд спрыгнул с сейфи левой башни в плаще парашюте. Французский изобретатель в 1912 году решил спрыгнуть с сейфи левой башни, чтобы испытать свое изобретение. Причем он получил разрешение от властей. Но те были уверены, что эксперимент будет проводиться на манекене. К сожалению, полет закончился трагически. Изобретатель погиб. При падении с высоты 57 метров купол парашюта сначала раскрылся, но затем намотался на стропы. Валерия Набаковский попал под колеса аэропоезда. Российский изобретатель Валерия Набаковский погиб во время тестирования своего изобретения – высокоскоростного аэромотопоезда. На поезде был самолетный двигатель и пропеллер. Он мог развивать высокую скорость, потребляя минимум топлива. Задумка отличная, но в какой-то момент машина сошла с рельс, убив Абаковского и еще пятерых зрителей. Макс Валье погиб от взрыва ракеты. В 1927 году Валье создал Общество космических полетов, а в 1928 году сконструировал ракетный автомобиль, разгоняющийся до 145 миль в час. Но этого было мало, и Валье придумал сани, развивающие скорость в 250 миль в час. После этого Валье начал эксперименты с ракетами на жидком топливе, надеясь в будущем создать космический корабль. Но в 1930 году во время эксперимента ракета взорвалась и унесла жизнь изобретателям. Карл Сусык покорял Ниагарский водопад в бочке. До трагедии он успешно покорил Ниагарский водопад в бочке, которую он сам сконструировал. В 1985 году он проводил испытания перед зрителями и спустился в бочке с крыши Хьюстонской обсерватории. Внизу был установлен резервуар с водой, который должен был смягчить падение, но сосуд ударился о край резервуара. Сусык повредил череп и через некоторое время скончался. Генри Флюс надышался кислородом. Флюс умер от чистого кислорода, который является токсичным для человека под давлением воды. Изобретатель придумал изолирующий дыхательный аппарат, из которого при испытании он и надышался кислородом. Лиси казнен изобретенным им же методом 5 наказаний. Канцлер времен династии Цин изобрел метод пыток 5 болей или 5 наказаний. Лоб клеймили, отрезали нос, ноги отрубали, кастрировали и только потом убивали. Когда противники Лиси захватили престол, они казнили его этим самым методом. Всем добра и успехов! Субтитры создавал DimaTorzok